Девушки отдыхают Какой-то таскоса своей Ну, проходите, расскажите Алексей, 23 года Семикратный чемпион России по сноуборду Прославился благодаря тому, что во время Олимпиады в Сочи Написал на шлеме свой номер телефона Получил более 10 тысяч смс-сообщений Но ни одно из них не стало для него судьбоносным Алексей – генеральный директор сети «Мини-гриль-кафе» Свои победы в спорте и в бизнесе не считает поводом для гордости Мечтает раскрыть потенциал своего мозга И получить в подарок 5-метрового надувного дельфина Алексея не заинтересует поверхностная замкнутая девушка Которая сильно зависит от общественного мнения Женится на яркой и активной девушке Которая много читает, стремится к саморазвитию и любит спонтанность Лешечка, я даже не удивилась, что вы к нам пришли через полтора года после Олимпиады Это ж надо же до такого додуматься Написать на шлеме номер своего телефона А все это время они бойся на смс-ки отвечали Я это был отходняк после Олимпиады На самом деле я устал от женщин, от внимания Мой мальчик, мой мальчик Я понимал, что я должен оказаться здесь в любом случае 23 года, мужчина с прошлым, мы так это любим Ир, какой симпатичный, очень клевый Да, симпатичный Мы с ним очень похожи Итак, рассказывайте, вы многократный чемпион по сноуборду И участвовал в Олимпиаде И вот вы красавец, от девок от боя нет Вдруг еще пишете номер телефона на своем шлеме И? И Телефон разорвали Телефон разорвали, но все это было сделано только ради шутки, ради веселья Ну и все как-то притекло в разные абсолютно смыслы А что писали, любимый? Что писали? Писали много всего пошлого, адекватного, неадекватного Мужчины, женщины, слава богу, в большинстве А сколько внимания у него женского вообще После серьезных выступлений нужен серьезный отдых Я тебе такую Олимпиаду устрою Четыре года только о ней будешь думать Хочешь узнать поближе о всех твоих спортивных Ой, ты такой спортивный и до сих пор колостой И у Энджи, мои нервы Модель Скажите Ну даже странно, что после таких предложений вы до сих пор одиноки А на тот момент была у вас девушка? Нет, слава богу А почему? Почему нет? Да, все время всю энергию отдавали тренировкам? Вперед к победе? Не знаю, сила обстоятельств может быть, что повлияло на это, что у меня не было девушки Но номер на телефоне не изменил ситуацию Скажешь, ну вы сейчас поменяли номер? Да, поменял, потому что ту мач Уставший мужчина перед нами, уставший, но молодой и красивый Очень симпатичный, да? Красивый даже Он очень красивый, но красивый он внутри И как это все... Подожди, до внутренности мы еще не дошли? Главное, улыбайся За кем пришли? За, думаю, брюнеткой, длинными волосами Любящей книги и любящей думы Ага, с размером груди 2,4 Я это оставил на потом Активная, обязательно спортивная? Конечно, это тоже абсолютно Обязательно 2,4 2,4 Хорошо, а вы где живете? В Новосибирске, но очень часто в Москве То есть вообще за границей Новосибирск, Москва, Россия А в Новосибирске с родителями? Нет А вообще этот спорт доходный? Ну, вполне да Нормально, да Где-то до 22 лет Я считал его очень Довольно-таки перспективным Леш, скажите, а запасной аэродром в виде образования? В виде образования? Бизнес, которым я сейчас занимаюсь Это неимоверно сильное образование Поэтому... То есть у вас нет вот прямо вот дипломчик, да? Почему? А в высшем образовании диплом есть Я закончил университет А когда же вы успели? Ну, вот так вот Спортсмены люди желанные Спортсмены в любом университете, институте Ну, 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 да Он очень уверенный в себе молодой человек Да, очень спокойный, расслабленный такой Равновешенный Жените-то вы будете или как? Ну, так, конечно, там по месту и разберемся Было бы на ком, а там уже... Хорошо, а на что не готовы закрывать глазами? Какие девушки категорически не нравятся? Поверхностные, стереотипные А стереотипные-то какие? Стереотипные-то какие? Ну, это проявляется в мелочах То есть, не знаю Сегодня я думаю... Сегодня я думаю... Это бы то, что я озвучила Кстати, я хочу посмотреть Доставьте удовольствие взрослой женщине Посмотреть видео, какой вы в шлеме АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женщины, я знаю, женщины смотрят тебя постоянно, они смотрят твой канал, так, пусть они вот это видят, да, они пусть это делают. Леш, скажите, пожалуйста, ну глупо спрашивать, травмоопасный ли вид спорта, ну конечно травмоопасный. А как часто вот случается в истории? Все зависит от профессионализма, чем больше ты катаешься, чем больше у тебя опыта, тем меньше травма. А что у вас сломано? Ничего. Слава Богу. Вот так вот. Я как-то пробовала на сноуборде кататься, но у меня что-то не очень получается, может быть он меня научит, да. Алло, кто у меня? Я падала, но я способна, я способна, я смогу. Лесечка, ну у вас ведь была постоянная девушка, расскажите о ней, почему расстались. Да, была постоянная девушка, я вот тоже много думал, анализировал, почему мы все-таки расстались. Мы начали встречаться довольно-таки рано, когда нам было лет 17, вот. Были очень молодые, нам нужно было другое, нам не нужны были какие-то серьезные отношения, ветер в голове, наделали очень много глупостей. И сейчас, ну как, я с ней общаюсь, продолжаю общаться, в принципе, сейчас мы просто понимаем, что мы встретились слишком рано. Я про то же говорю, что он молодой еще, не надо от него требовать там свадьбы, женить. А куда повезете девушку? Где хотелось бы жить? На самом деле в Новосибирске сейчас, потому что там бизнес, там работа, и, ну, пока там нужно проводить. Леш, а вы звезда у себя в городе? Может быть, я не считаю себя таким. Ну хорошо, ну как на вас реагирует народ, девчонки? Позитивно, определенно. А если девушка будет очень ревнивая? Вот я бы вас ревновала, если бы была, ну, конечно. Ну как, ну вы правда, нереальный красавчик, хороший парень. Ой, еще я очень ревнивая, я буду соглашаться больше. Такие скандалы. Да уж, скандалы. Я не могу терпеть. Цурен, вы рядом с Алексеем кого видите? Рядом с Алексеем? Ну, самое главное, я считаю, это думающая женщина, которая умеет... Еще в вашем возрасте немаловажно, чтобы она вас не рассорила, чтобы она не перетянула и оставила вам все-таки друга, хотя бы на редкие праздничные выходные дни. Ну, я думаю, у нее не получится нас рассорить, поэтому... О, это вы заблуждаетесь. Заблуждаюсь. Ну, надеюсь, что мы проверим это. Хорошо, ребят, я вам желаю хороших девчонок, чтобы у вас только все приумножалось в вашей компании. Роза? А я вот еще хотела другое немножечко выяснить. У вас квартира и какой-то потрясающий, гармоничный какой-то вид из окна-то у вас? Ну, определенно прекрасный. Это что такое? Это что, выхватные трубы, каждому свое. А что у вас из окна видно? Хороший закат. Это что, поле, что ли? Солнце, что ли, которое... А, вот оно же. Вот такой вот видосик. А это Москва, что ли? Нет, это Новосибирск. А что, так похоже? А там прям какая-то летающая тарелка, видишь, от свечи. Ну, но, к сожалению... Это родительская, да? К этому закатику женщины... Не родительская квартира? Ты знаешь, какие они деньги получают? Это, потому что здесь явно не хватает к этому закатику женщины и бутылочки хорошего вида. Я вот мечтаю тоже такие большие окна сделать, чтобы смотреть на красивую природу. А вот вы квартиру свою показали, он какой вид из окна, а что у вас у подъезда творится? Наверное, подъедет толпа поклонниц? У подъездов? Да, расскажите, как вам расписывали машину, подъезды? Да, на самом деле очень много историй связано с тем, что произошло после Олимпиады, потому что иногда я заходил в свой подъезд, и там были раскрашены стены помадой. Машина тоже, ее не только расписывали помадой, но еще и кто-то умудрился оставить очень серьезный отпечаток каблука. Не думаю, что я симпатизировал этой девушке, но... А со страховым машиной? Что-то между нами явно произошло. А вот эта вот девушка-то у вас была, почему она считала, что вы ее братик? А, еще, точно, еще была девушка, которая представилась моей сестрой. То есть весьма сомнительный способ подружиться, конечно, с ее стороны. А как она сказала? Я твоя сестра? Она говорит, я, оказывается, твоя сестра. А что хотела? Хотела просто поговорить, пообщаться. Ну, это, конечно, очень сомнительный способ подружиться. Калышкина, что только не способны. Вот, кстати, у нас пора, у нас лето. Многие мне задают вопросы. Розерайф, не дайте совет, где познакомиться. Тем более спортсмены, как женихи, у нас сейчас в тренде. Поэтому, дорогие девушки, невесты, я вам... А вы подтвердите, права я или нет. Где познакомиться с спортсменом? Сочи. Как женихи? Да, Сочи. Это вот горнолыжный курорт. Два года у нас уже очень все хорошо. Спортсмены там уже прямо тусуются. Но если у кого денег на Сочи нет, все-таки дорогое удовольствие. В принципе, можно в спорткомплекте, где тренируются спортсмены. Говорят, там прямо специально такие отдельные есть секции, где можно для любителей. А вы знаете, какие проблемы у олимпийских чемпионов с партнерами и у женщин, и у мужчин? У них те же самые проблемы. Нет пары. Я не все время тренируюсь, я не одинокий. Поэтому надо брать вас тепленькими. А если, допустим, у вас, ну, все-таки со спортом вы на вы, то, ну, спортбары, особенно, когда проходят различные мероприятия. Ну, тут, конечно, помните, что конкуренция большая. Ну, это по поводу знакомства со спортсменами относительно вас. Ну, конечно, вы не зрела, Лариса, в этом отношении права. В вашем случае, собственно говоря, я даже сыну все время говорю, мне жалко девушек. Я бы вам рекомендовала женщину постарше, чтобы вы набирали бы опыт с ней, а девчонок молодых не портили. Ну, и, как говорится, гуляй, пока молодой. 23 года – это прекрасный возраст. Вы не какой-то там убогий уродишка, чтобы коротать свое время с тетями. Поэтому я вам желаю встретить девушку молодую, достойную. А потом сегодня многие живут до свадьбы какое-то время проверять. Потом также плавно переходят в брак, и все у них случается, и живут до старости лет. Тамара, что звезды? Яркая нужна, интересная, авторитетная женщина, да? Плюс ко всему вам нужна, может быть, где-то такая же, как мама, яркая и успешная. Ни в коем случае не серая мышь, вот так. Кроме ума нужно, чтобы это был человек, который привлекает внимание, который встанет рядом с вами достойно. Вы ищете того же самого, как вы, только в женском варианте. Поэтому нужна очень-очень яркая девушка, Юля. Да, и очень строгая, и демократная. Которая будет его держать. Детей хотите или еще? Детей, на самом деле, дети – это же смысл, естественно, нашей жизни. Но уже хотите. Уже хотите. В том плане, я готов к этому в какой-то перспективе, когда появится какой-то опыт жизненный. Я пойму, что да, вот эта женщина... А я готова вас уже представить первой невесте. Проходите. Здравствуй, Алексей. Меня зовут Настя. Я думаю, что у нас еще сегодняшнее общение будет приятно как тебе, так и мне. Привет. Это тебе. Спасибо. Там много вкусненьких, прикольненьких вещей. Анастасия. 20 лет. Работает диджеем. Любит музыку и не мыслит жизни без спорта. Признается, что бывает настоящей занудой. Мечтает прыгнуть с парашютом и объездить весь мир. Предупреждает, что в моменты депрессии любит побыть одна. Анастасия влюбилась во взрослого мужчину, который обещал ей золотые горы, а на деле оказался настоящим садистом. Надеется, что у Алексея доброе сердце. Анастасия, как так случилось, что вы попали в лапы садиста? Ну, это было... Мне было 18 лет. Я училась в Вологде. Мы познакомились с ним на сайте знакомств. Он у меня старше на 14 лет. А сами откуда? Сама с Архангельской области родом, с Няндома. Она миленькая очень. И улыбка у нее такая искренняя. Да, она добрая девушка. Мы познакомились, встретились в Москве. Я приезжала в гости. Вот. Он приезжал ко мне в Вологду. И как-то завязались отношения. Он наобещал мне золотых гор. А что именно пообещал? У меня не было папы. Он ушел очень рано. Ну, ушел из семьи. В другую семью. В 7 месяцев, когда мне было. Вот. И мне хотелось отцовского мужского, так сказать, уверенности. Вот. У меня никогда не было ни отчима. Вот. И он дал эту уверенность, так сказать. Он вам делал предложение? Он говорил вам, Настя, что я в Москву пожилить? После определения... Нет. Сначала нет. Он говорит, просто поживем вместе. Ты как будешь учиться, я буду оплачивать учебу. Он поговорил с моей мамой, так сказать, закрыл пеленой все, что все хорошо. Вот. Но руки и сердце у мамы не попросил. Нет. А как она вас, девочку, одну дочку, единственную отпустила? Ну, так как у меня не было вот отца, я... Это у вас отца не было? А у мамы же голова была на плечах? Ну, да. Он, я говорю, он поговорил с мамой. Нет. Вот если бы он сказал там, тетя Тань, хочу жениться на вашей Настике. Отдайте мне ее. Ну, он сказал, что я к ней с серьезными отношениями. Мы сначала поживем, но планы на будущее есть. Обещай, да, не значит жениться. Вот мужики все такие. И вот вы приезжаете в Москву. И через сколько он проявил свое истинное лицо? И как это выражалось? Буквально через 4-5 месяцев был первый инцидент под алкоголем с ресторана. Была ссора, необоснованная ревность. И он вас столкнул с лестницей. Столкнул с лестницей, ногой в спину. А почему вы после этого не заявили в милицию? Почему не ушли от него? Я не знаю, может быть, это оправдание. Во-первых, стыдно было к маме возвращаться. Стыдно к маме было сказать. Любила это хорошо, любила, но с этим пинком под зад, в прямом смысле, любовь могла вылететь с этой лестницы вместе с вами. Он очень грамотно в своем возрасте, видимо, научился просить прощения. А деньги он продолжал платить за учебу, да? За учебу, да. Ну, конечно, но ей же закончить надо было. А за что он вас так шнуром от телефона избивал, как плетень? Его уволили из работы. Он сидел дома 4 месяца. Я работала, зарабатывала какие-то деньги. Я была рядом, я была поддержкой, я его поддерживала. И он на мне начинал пить с алкоголем проблемой и срывался. Ну, послушайте, в конце концов... Необоснованная ревность была. Очень нежная барышня, я не знаю, как можно издеваться. В очередной раз поругались, и он мне сказал, приезжай домой, а у нас был котенок 3 месяца. Он сказал, я сейчас утоплю твоего котенка. Вы же не могли бросить работу, которая вас кормила, и сорваться. Я не могла, он мне ультиматум поставил, я сейчас его убью. И я подумала, что он шутит. Когда вы приехали, котенок был дохлый на балконе, да? Да. И вы после этого опять не ушли, а купили нового котенка? Не я купила, он принес. Мне такого же котенка, то есть я зашла домой, и у меня прибегает такой же котенок, такой же расцветки. И вы ему простили. В очередной раз я простили. А вы понимали, что он может вас убить? Да, я понимала. А маме не звонили, никогда не жаловалась? Я боялась. Нет, маме, когда его нет рядом, могли бы позвонить? Нет, у нас были хорошие отношения с его родителями, и я всё рассказывала, потому что я приходила к его родителям, у меня были на спине вот такие шрамы от проводов, от удушки, гематомы и тому подобное. Но она так сильно меня любила, так сильно его родители ко мне хорошо относились. Хорошо, это как? Вам помогали опять деньгами за учебу? Нет, нет, помогали, просто поддержка, взрослая поддержка, взрослые советы, взрослые... Совет взрослый, беги от него, девочка, чтобы только пятки сверкали. Вот это был бы совет, потому что он неуправляемый. А она не хотела, она всеми способами пыталась меня заговорить, чтобы я не пошла в... Так в чём же хороший совет-то её был? И любовь в чём? Она за сына боролась, между тебя. Конечно. Не хочет обнять и пожалеть. Да. Она такая хорошая. Ему этого не хочется, мне кажется. Он сидит вот так вот злой. Ну после этого, надеюсь, ушли от него? Да, я ушла, там был окончательный поступок, который всё, ну, поставил точку. Какой? Он в очередной раз, он напился очень сильно. Удушения были. И, ну, всё, и окончательный нож в спину. Ну, я успела закрыть дверь. Какой кошмар. Господи, Боже мой. Настя, я женщина опытная, взрослая. Я не могу не заметить, что вы беременная, и притом давно. Судя по всему, у вас уже такой, видать, срок сколько недель? Это, так сказать, скелет в шкафу мой. Сколько недель? 22 недели. Когда я подавала заявку на участие в программе, я ещё не была беременна. Беременна от него? Нет, это уже другая история, потому что уже прошло время. Да, у нас, у меня был друг, с которым были отношения. Он называл, ну, он мне говорил, что я вижу матерью тебя, своего ребёнка. Я к нему тоже серьёзно относилась. И когда я увидела две полоски, я к нему с радостью всё. Он сначала улыбнулся, вроде бы обрадовался, а через какое-то время он сказал, я жалею, что я сделал это, это моя ошибка, я отказываюсь от ребёнка, я отказываюсь от прав на него. Он хотел, обрадовался, и потом как бы вообще переклинилась. То есть я правильно поняла, в принципе, все хлопоты и финансового характера в том числе вы хотите переложить на будущего мужа? Нет, я... Ну как нет, вы будете вонаживать, вы же будете кормить грудью? Да, конечно. Будете. Да каких будете сидеть, чтобы ребёнок нормальный был? Ну, материнский капитал заканчивается, есть свойства. Значит, это кто должен на себя положить? Муж? Ну да, положить на муж. Ну раз вы сюда пришли, значит, вы за мужем пришли? Ну да. А не за мной же, чтобы я няньке там помогала вам. Ну вообще, кстати, можно было бы попробовать побегать за этим мужиком и надавить у него на то, что всё-таки отцовские чувства очень добродушные. Ни один ребёнок девочки не удержит мужика. Я знаете, о чём думаю? Не в моём праве кого-то осуждать. Слава Богу, что дети родятся. Вот как-то, когда я была в вашем возрасте, так много не говорили о контрацептивах, и мы не были так просвещены. Ну и то, как-то девчонки голову включали. Вы же не первые. Почему сейчас это так просто? Ну забеременела, ну и дела, ну без мужа. Лариса, потому что легализовано вот это вот пожить. Что за фигня такая-то пожить? Вот видите результат вашего парня? Кому это выгодно? Только молодому человеку. Никакой ответственности. Вы сидите теперь пожить, пожить. Теперь понимаете, сначала женись, а потом всё полуга. Никаких пожить. А если ваш бывший сейчас вас увидит по телевизору, позвонит и скажет, я был дурак, передадут знакомые. Я просто сделала выводы после первых отношений. Я, например, думаю, что не сейчас, но он обязательно вернётся, пройдёт год. Я верю, что да. И он будет стремиться вернуть отношения. Отец, величина постоянная, очень переменная. Хватит уже этим чужим мужчинам воспитывать чужих детей. Накосячили, вот и исправляйте. Ничего, это, как говорится, корона не упадёт. Да, на поклон может пойти надо. Мама ваша там это, с ней мама ничего не делала, давайте я поговорю. Тоже мне дитя оставить без обязанностей. Вот у меня есть идея, украсть вашу идею. Напечатать на листке номер телефона Насти и вот сейчас его показать по телевизору. Давайте? Вот так вот мою идею. Давайте. Может? Так, это номер телефона Анастасии. А что, может быть, попадётся мужчина, который, например, не может иметь детей или который там готов её принять с ребёнком? Девчонки, а сюрприз есть у вас? Да. Правда? Ну, покажите. Ну, что ж, все эти слова специально для тебя, Лёша. Сердце стук, тело горит огнём, Ты пошёл и поселился в нём. Стал другим весь мир вокруг меня, Днём теплей, день ото дня, Ты знаешь, с первой улыбки, С первого взгляда, с первых слов. Супер. О, настроение поднялось. Я сожигаю яркие звёзды для тебя, Будешь со мною самым счастливым, знаю я. Спасибо, дорогая. Спасибо. Настя, забирайте свою подругу. Я вам желаю огромного счастья, Терпения, здоровья, милая, покоя. Я вам всего-всего хорошего желаю вам и вашему малышу. Да, и прекратите ходить на каблуках. Спасибо. Ещё где-нибудь это. Ну, лучше петь не катайте, Такой куповин за это. Спасибо, девочки. Счастья вам. Ну, как вы, парни, вот к таким историям девчачьим? Я почему-то немножечко в шоке. Ну, в конце концов, если что, Настя, не переживай, телефон показали, а сайт 2.tv поможет. 20 лет, 20 лет. Тамара. Я думаю, что она вполне человек, который может растить ребёнка и быть счастливой, и ребёнок будет хороший. Ну, она вполне найдёт то, что ей нужно. Мне кажется, у меня сейчас после эфира сразу пойдут звонки эти. Проходите, Алексей, знакомьтесь со вторым листом. Привет, меня зовут Ирина, и я очень рада с тобой познакомиться. Приветик. Здесь, в этой штуке, очень много сладкого. Я чё там шушу? Не пытался сделать, мне нужно потом сходить в спортзал обязательно. Ладно. Ирина, 24 года, в прошлом модель. Сейчас генеральный директор фирмы по производству мясной продукции. Обожает сноуборд, коньки, ролики и дайвинг. Гордится тем, что похудела на 21 килограмм. Предупреждает, что выбросит телефон возлюбленного, если на него будут поступать звонки от посторонних женщин. Чтобы завоевать любимого человека, Ирине пришлось полностью изменить свою внешность. Надеется, что Алексей сможет оценить её по достоинству. Даже страшно. Вы были мальчик? Да. Шучу, нет. Я на самом деле весила 80 килограмм раньше. И я просто-напросто похудела, и всё. Мне она не понравилась. Зато она очень понравилась героя. Просто-напросто, если посмотреть на моё фото, когда я весила 80 килограмм, мне кажется, ни один мужчина бы не захотел. А у нас есть. Давайте посмотрим. Да, давайте. Без проблем. Ого. Мне кажется, толстенько вы лучше были. Молодец. Добрая роза. Анорексии просто, обдоглянь. Ну, правда, у меня... Акария, со здоровьем всё в порядке? У меня всё здорово. Вы спустили с ней? Нет. Она держит себя, она встатная вообще такая. Бизнес у неё швой. Ради мужчины? Зачем ради мужчины? Я уже для себя похудела. Нет, а вообще сбрасывали вес, да? Да, ради мужчины. Оценил? Оценил, он меня даже не узнал. Он сходит такой с поезда. Не забоялся подойти по тому же времени, видимо, большое. Сходит с поезда, смотрит на меня. А где, говорит, Ирина? Говорит, да вот же я. Да ладно. То есть он вообще не узнал меня, насколько я похорошела, насколько я стала хорошо выглядеть для него. А почему не с ним сейчас? Потому что он мне стал не нужен. Почему? Я посчитала, что мне нужен более умный мужчина, более достаточно достойный. А он как бы для меня уже упал немножко. А достойный в чём? Я просто скажу, что когда я начала худеть, помимо того, что худеть, я стала ещё много читать, развиваться, слушать различные тренинги. Какие такие тренинги? Типа личностного роста? Зачем? Почему? Общение, между прочим, это залог успешного бизнеса. У меня есть свой бизнес, я его развиваю. А какой у вас бизнес? Очень хорошо. Я занимаюсь... Молочная и мясная промышленность. Экологически чистым мясом. То есть вы пляжу, выращиваете? Да, я генеральный директор. У вас прямо там ферма. Да, очень здорово, особенно для нас. А я хочу посмотреть, где-то есть видео. Моненький. Кушай, Моненький. Какая прелесть. Может, они ещё поцелуют меня? Я полу-бану в африке. Всё, с нами он у нас. Это ваш дом, что ли, да? Нет, это студия. Это профессиональная студия. Мы с моими девочками делаем... Сейчас в данный момент там входит в кадр Лера. Это вот визажистка наша. А что делаете? Делаем визаж девушки. А зачем? А я потому что не только фермерством занимаюсь. Нет, подождите. Где ферма и где делать макияж? А почему нет, Росс? Ну, потому что тогда это не она на ферме, потому что... Значит, есть люди, которые помогают. Да, а есть ещё родители. Отлично. Отлично. Давайте начнём с того, что есть рабочий персонал, в который я не ковыряюсь, как бы сказать, в этой ферме. Я не делаю работу сама, потому что, посмотрите на мои ногти, как я выгляжу. Потому что я генеральный директор. Бизнесом, деточка, заниматься, это надо пройти все стадии, если ты хочешь, чтобы он был успешный. У меня кому-то везёт вот так. Нет, не везёт. Так не бывает. Всё нормально, всё отлично. И фермер, мне кажется, который, особенно невеста, не должна приходить голой на программу. Практически бы голой. Я в сёсо смотрела всё. Это эксклюзивная дизайнерская мать. Я считаю, что она достойная. Вас закрывают только эти ажурные цветочки. Отлично. Я не стесняюсь. У меня потрясающее тело. Хочу его показать. Молодец. Почему не скромненько? Я не скромная. Наверное, на первом месте у неё карьера. Да, судя по всему, такая карьеристка. Акула. Холодная женщина. А, кстати, очень хорошее качество у неё есть. Если вдруг вы же сразу мобильное просто выкидываете. Да, а что такого? Зачем мне надо, чтобы он от меня скрывал что-то? Молодой человек Ирины вдруг будет болтать с кем-то ей незнакомой, с какой-то барышней, или писать смс. Она может телефон выбросить. Так что вот эта ваша дружба с вашей бывшей навряд ли вам понравится. А вы знаете, только бывшая-бывшая, а завтра она нынешней станет. Зачем мне это надо? Правильно делаете. А твоё нужно беречь. Только телефоны выбращайте. Или вот у нас тоже телефон есть. Я беру, разворачиваюсь и ухожу. Я считаю, я достойна такого мужчины, который будет внимания мне уделять. А не всем бывшим, нынешним, там, третьим, четвёртым и пятым. Зачем мне это нужно? Ирина, у вас есть забратья и сёстры? Нет, я одна в семье. Понятно. Алексей нравится? Хороший, симпатичный мальчик. Ну, жениться пока не собирается. А вы когда себе запланировали? Ну, вот сколько вы даёте мужчине времени, когда он вам должен кольцо на пальце одеть? Я думаю, я просто могу сейчас взять, также сделать номер свой сказать в эфире, и мне куча звонков и предложений поступит. Пусть не собирается. Ириночка, скажите, пожалуйста, а в связи с потерей веса характер изменился? Да ну нет, я такая же добрая осталась. Добрая? Да. А-а-а. А что ты злого, а что ты злого в Ирине увидела? А я вот такая же, тоже похудела на 20 килограмм, а какая злая стала. Причём замерзаю постоянно. Обычно, когда голодаешь, очень злиешься. Давай поженимся вашим мобильным. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Девчонки, вам комфортно с Ириной, со своей подругой? Конечно. Очень хорошая подруга. Хорошая? Да. А вот что в ней вам больше всего нравится? За что вы её любите? Она большой пример для нас. И она очень разносторонняя личность. Она и там, и там, и любит петь, ссорить, и фотографирует. Иногда бывает. Ирочка, а вам в себе всё нравится? Ну, я имею в виду не оболочку, не мясо. Возможно, я слишком много разговариваю иногда. А в характере? А в характере, ну, скорее всего, я бываю такой вот, как сказать, слишком активной. Алексей, у вас осталось два бонуса. Минута наедине и семейная тайна. Что выбираете? Я думаю, семейная тайна. Моя фамилия, она очень редкая. И я не хочу её менять после того, как выйду замуж. А какая фамилия-то у вас? Киюкова. И все... Эта фамилия единственная в мире. И все с этой фамилией мои братья и сёстры. Я вас правильно поняла, что вы правильно традиционно воспитанная девушка. А это значит, что вы берёте, переходите и продолжаете род своего мужа. И оказывая уважение мужу, вы берёте его фамилию. А вы сейчас хотите сказать, что вы не будете брать его фамилию, а будете продолжать род, потому что у вас она уникальная фамилия. Правильно? Я скажу так. Можно взять двойную фамилию. Сюрприз покажите? Да? Пожалуйста. Так, ну что, чем она нас удивит? Загляни ты в сердечко мне и скажи, уходи в земле. О-о-о-о, е-е-е-е-е. Ветер воет. Ну, платье, платье. Ну, туфли вообще к платью не подходят. Разгони ты тоску во мне. Не спокойно у меня в душе. Э-е-е-е-е. Э-е-е-е. Э-е-е-е. Э-е-е-е-е. Попроси облаков Подарить нам белых снов. Ночь плывет, и мы за ней мир таинственных огней. Э-е-е-е-е. Э-е-е-е-е. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Ирина. Спасибо, девочки. Проходите в комнату. Ну что, Сурин, сгорали от зависти? Ну, пробегали такие мысли, конечно. Но мне определенно понравилось то, что девушка умеет мыслить. Мне кажется, ты ему очень понравилась. Ты вообще в его вкусе. А что он тебе говорил, когда он подошел к тебе и что-то так долго тебе говорил? Я забыла сюрприз там на стуле. Что вы увидели, Алексей? Я что увидел? Да. Девочка хорошо держится в разговоре в каких-то стрессовых ситуациях, когда на нее давят. А кто на нее давил? Я. Как я понимаю, по взгляду, женихар. Нет, на самом деле, почему бы и нет? Она волновалась? Нет, ну, послушайте, такой тип, как Ирина, окружает себя простыми девушками. Совершенно замечательные подружки. И Алена, и Ирина дивная. И даже потому, как они стояли, вообще, какая была мизансцена, Ирина будет себя всегда окружать безопасными. Те, которые будут вокруг нее смотреть ей в рот, и которые будут, ну, вот такие вот ее подружки. У меня есть очень красивые подруги, которые как тысяча раз краше меня. Ну, такие девушки тоже кому-то нравятся. Возможно, Алексею даже будет интересно попасть под каблук и попытаться как-то выбраться оттуда. А что взвелось до Тамарчика? Я как раз взвелось. Хотела сказать, что вполне интересно под такой каблук она будет попасть. Потому что она вдали, она знает, что она хочет. Вот она сама для себя выстраивает определенную форму взглядов на жизнь. Но вот эта луна в Скорпионе, вот то, что сейчас вы наблюдали, это форма защиты. Она мгновенно парирует, она реагирует сразу. Она даже выворачивает свои эмоции наизнанку в неудобном для других варианте. Понимаете? Она обязательно будет это всегда делать. Вот отвечая таким образом на то, что ее зацепили. А пара может сложиться, Алексей и Сергей? Вы увидели в ней ее белую луну на вашей Венере. Это действительно, вы будете этого человека всегда возводить в ранг света. Понимаете? Ей нужны партнеры постоянные, но оригинальные, необычные, неординарные. Но у нас еще есть одна невеста. Я предлагаю с ней познакомиться. Проходите. Привет. Я Юлиана. Ты любишь снежную скорость, а я дорожную. И свой телефон я дам только тебе. Кайф! Это штука тебе. Здесь много сладкого. А это, чтобы было из чего попить протеиновый коктейль в спортзале. Спасибо. Ручка, ручка. Юлиана, 24 года. Дизайнер, преподает мастер-классы по рисованию и занимается арт-пространством. Принимает участие в мотогонках и гордится выставкой своих картин в Мадриде. Мечтает стать шкипером на яхте. Признается, что любит спорить. Первый возлюбленный Юлианы оказался скрягой, второй – обманщиком, а третий – предателем. Надеется, что с Алексеем она сможет почувствовать себя по-настоящему любимой. АПЛОДИСМЕНТЫ Такой вы хорошенький. Спасибо. Расскажите о своих романах по порядку. По порядку. С первым я встречалась где-то около восьми месяцев. Все было хорошо, за исключением того, что он никак не хотел меня не радовать, не тратиться на меня, ни подарков, ни походов. А были деньги за него? Особо нет, он не очень работал. Я вот самая маленькая, я самая молодая. Самая маленькая, зато самым богатым опытом. Самым, да. Ну, до какой себе не хотел тратить? Я знаю, что он был такая жадь на говядину, да смешной. Такая жадь, да, это очень смешной случай, когда я просто уже не выдержала и ушла. Я попросила купить шоколадку. Он как раз получил зарплату и просто обыкновенную шоколадку. Он сказал, что так каждый день будем покупать, и я в итоге не смогу себя прокормить. Открой вон ту штуку, которая у тебя. Короче, Юлианочка дурачок. Я тоже шоколадка. Сегодня тот самый день тебе повезло. Там много шоколада. Достойная конкуренция, мне кажется. Да, все девчонки очень достойные и красивые. А второй чем не угодил? Второй, он очень красиво ухаживал, там ресторанное питание, все время встречал меня с учебы, обещал поездки за границу и что угодно. Мы сходили с ним на концерт Энигмы, и он просто исчез. Я даже не стала спрашивать. А что там таков? Это не та группа, которая поет на придуманном языке? Да. Ага. Она очень немолода уже группа. Ну а третий? А третий... Вам был 23, ему 24. Да, там слишком много обмана было. Он был мною улечен потом в измене. Я просто в какой-то момент не выдержала, вскрыла его телефон. А как узнали? Просто подозрения были. Ну, когда обманывают, это чувствуется. И плюс друзья еще говорили. А зачем вы ему нужны были, как вы думаете? Если вы такая красавица, и он вам изменял, какой смысл? К сожалению, я до сих пор не понимаю, зачем. Если как бы тебя влечет к другой, ну иди к другой. Там, видимо, они сильно ждали. Но вы его к стенке приперли? Я приперла к стенке, он сказал, мало ли, что я писала, я ничего не делала. Я не знаю, если бы я его сфотографировала, он сказал, что это был я. Но потом выяснилось, что он не только с этой барышкой. Не только мне, да. Не только с ней, там были еще другие. Да, подозрительная. Такая красавица, но все равно ей изменяли. Значит, что-то в ней не то было. А что у вас не так, Юлиан? У меня? Во мне? Да. Нет, даже если вы выбираете не тех мужчин, недостойных, то дело в вас, а не в них, не в этих мужчинах. Я не знаю, почему я их выбираю, но я не могу терпеть. Я, если мне что-то не так, я говорю... А вы чем зарабатываете? Сейчас я зарабатываю мастер-классами и преподаю рисование детям. А давайте посмотрим. Давайте. В детстве я любила лошадей, и теперь у меня целый табу 220 штук и все под капотом вот этой красной машины. А еще я люблю метать ножи. Ну, впрочем, из пистолета я стреляю гораздо лучше. Еще я художница. Я состою в Творческом Союзе Художников и являюсь многократным лауреатом международных выставок. А еще я сертифицированный дайвер. Я работаю в большом фитнес-клубе, где преподаю развивающие занятия по рисунку для детей. А в свободное от работы время я занимаюсь в зале. Мне приятно общаться с девушкой, которая многогранна. Вы многогранны. Спасибо, маленькая. Потому что вы в форме такой дивной и достойно себя ведете. И вы не бесталанные. И особенно приятно наблюдать, как вы общаетесь с маленьким ребенком. Значит, у вас доброе сердце, потому что ребенка обмануть нельзя. В глаза смотрите. Вы очень приятная девушка. Я вам желаю счастья. Спасибо. Пока что сюрприз? Конечно. А перед этим у вас, кстати, есть один бонус. Оставшийся минуты наедине. Проходите. О, чаек, боже мой. Пить. А теперь рассказывать. Да. Тачки. Тачки. Тачки? Тачки. Я, в общем-то, не так давно получила права и, собственно, машину. Я просто представляю, понимаешь, если бы мы не попали на эту программу. Я такой знакомлюсь с тобой в спортивном клубе. Ты такая, там учишь детишек рисовать, все так мило. А сама по вечерам, да. Да, потом такой, ну типа, ну давай встретимся, и ты в заносе предъезжаешь. Я такой, ну да, неплохо. Ты умеешь удивлять. Красиво встретила. Да, скажи, еще, расскажи что-нибудь интересное вообще. Я занимаюсь дайвингом, я... Нет, что-нибудь... Что себе? Нет. Что-нибудь самое ненормальное, что ты делала. Самое ненормальное за прошлый год? Или что у тебя было больше всего эмоций? По-моему, я... В прошлом году я была максимально нормальной. Ну, задавай вопрос, какие тебе интересны. На которые я не отвечал, например, здесь, которые будут интересны тебе. Куда бы ты хотел поехать? Поехать? В какую бы страну посмотреть, или куда вернуться, или в какой город. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Что же мне нравится? Мне нравится... Без понятия. Новой Зеландии, я точно нет. Могу сказать, куда я не хочу. Куда? Новой Зеландии я не хочу. Америка не хочу. Европа, я думаю. Европа. Лондон. В Лондон. Я бы хотела в Барселону. В Барсу? Да. Там кайфово. Кстати, когда она детей хочет? Она хочет замуж. Она хочет, это понятно. Когда она хочет? В ближайшие несколько лет, там пару лет. Сюрприз приготовили? Разумеется. Так, может быть, сразу и покажете? Проблем. Эмили, да? Сюрприз просто великолепный. Играет прям с душой, чувствуется, глаза у нее горят. Играет прям с душой, чувствуется, глаза у нее горят. Играет прям с душой, чувствуется, глаза у нее горят. Спасибо большое. Спасибо, девочки. Забирайте свою подружку в комнату. Вы можете ею гордиться. И не забудьте шоколадку захватить. Спасибо большое. Проходи. Еще мне подарок. О-о-о! Он, конечно, не пятиметровый. Но будешь его кормить и ухаживать, он обязательно в университет. Я тебе вспоминаю постоянно, смотря на этого дельфина. Спасибо. Спасибо, девчонки. Угодили. Ну, я приятно удивлен. Это очень здорово, я считаю, когда девушка занимается много чем. То есть с ней определенно приятно и интересно будет общаться. Очень долго она не будет надоедать. Но я считаю, девушка не очень мудрая. Как не очень мудрая? Ну, я просто очень доверчивая. Вы просто много не знаете. Алексей, что вы увидели? Девочка добрая, разносторонняя в плане занятий. Вот. Конкретно в плане своей какой-то глубины, так сказать, неповерхностного восприятия мира. Ничего особого я не заметил. А этой глубины нет. Потому что в бесконечном стремлении к совершенству, и в драм-кружок, и в фото, и петь охота, понимаете, она таким образом распыляется. На многое, но нигде, знаешь, такие люди надолго не задерживать. Ей хочется быть лучше всех. Ну, распыляюсь, да, я не могу сосредоточиться на чем-то на долгое время. Или она утипаялась? Приятный, да, импульсивный такой. До 24 лет еще можно. Дальше, может быть, вам повезет, и она взоро обратит на вас, и будет заниматься вот с такой же яростью, с семьей, воспитанием детей, и переключить свое внимание. Зато детям будет что дать. И музыкой немножко позанимается, и порисует, и попоет. То есть, мне кажется, как жена она будет прекрасной. Но потом, послушайте, ей всего 24. Елеане уже 24. Вот представьте, вы сейчас жениться не собираетесь, потому что у вас как бы там посмотреть надо. Вот три года пройдет, вам всего будет 26, а ей уже 27. Это, как Лариса говорит, дофига. Это уже и старородящие, и так далее. Нечего девчонке мозг выносить и морочить ее. Пусть она уже готова ищет, кто жениться хочет. Да, потому что я думаю, она, конечно, мамочка, она готова. И мамочка и жена. Ну, уже пора, конечно. Мне замуж пора, это точно. Я не хочу уже сидеть так. Тамара, а что звезды? Я думаю, что в первую очередь вы увидели то, что у вас абсолютно одинаковое восприятие мира. Вот это тот самый персонаж, который яркий и будет успешный, но она очень чувствительный человек. То есть Меркурий с Луной в Диве, и встретит она человека издалека. Она всегда будет в дороге, всегда будет в поиске. Ей свойственна именно глубина, которую, может быть, вы не увидели, потому что она все время душевно будет самосовершенствоваться. И вы знаете, что поразительно, в вашем союзе этот бы человек всегда понимал вас без слов. То есть этот человек может увидеть и чувствовать вас так, как даже мать не чувствует. И в следующем году она выйдет замуж. Вот здесь вот, что я хочу сказать. В любом случае, вы это или не вы, но это ее будет год. И поэтому, ну, выбирайте, так сказать. Ну, смотритесь вы с ней потрясающе. Просто готовая пара. Вот знаете, не прибавить, не убавить. Про таких говорят чуть-чуть, как чуть-чуть. Я на самом деле чувствую, что не то, не то почему. Потому что какая-то наивность, сентиментальность чувствуется. Я это ощущаю ментально, метафизически. Поэтому меня это не то, что отталкивает. Ну, вы выбрали, к кому пойдете? Ну, у меня есть определенное предположение. Ну, конечно, это Ирина. Человек, который сам себя сделал. Она не даст вам рядом с собой опуститься. Она будет все время вас двигать и говорить, вперед, я же смогла, и ты сможешь. Мне кажется, с такой женщиной мужчины становятся победителями. Да, конечно, у нее на лбу написано, что она стерва. Она не потерпит никакой конкуренции рядом с собой. Она про себя все хорошо понимает. Но это не даст вам рядом с ней вянуть. Поэтому, конечно, Ирина, и то, как вы марабели, танцуя с ней, и то, как она вдруг собралась так. Знаете, любовь делает с людьми чудеса. Она сейчас как снегурочка. Может быть, вы тот самый мужчина, который достал челку, она немножко оттает, поверит, что это уже навсегда вот она такая. Ей не будет нужно все время быть в стойке. Я лучшая. Поэтому я за Ирину. Он ниже меня ростом, по-моему. Да? Ну ты снимешь свои каблуки, как раз посмотрю. Да я маленькой тогда буду. Тогда уже рост, как и он. А ты, Роза? По возрасту вам, конечно, Анастасия подходит. У нее была бы фора, но она уже беременная. Я думаю, дело не в том, что ты ему не понравилась, как девушка. Дело в том, что он видит, что ты беременная, и у него сразу... Все, он сразу все понял. А остальные Ира 24 и Юлиан 24. Мне жалко, девчонок. С вами свяжутся, вы все равно же не женитесь. Они года потеряют. Поэтому никого не рекомендую. А звезды? Попробуйте второй вариант, потому что отношения могут сложиться необычные, оригинальные, неординарные. У нее, скорее, тяга к более свободному браку. А у вас в этот период, который сейчас идет, чтобы вы не выбрали, это не будет, вполне возможно, это не будет законный брак. Потому что ваш брак может быть в 30. Мы только ждем, что вы сейчас встанете и пойдете туда, куда вы выбрали. А мы в любом случае вас поддержим. Да, конечно. Да, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас раз, а там мой портрет. Я предлагаю всем выйти и поддержать решение Алексея. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А я думаю, здесь станет. Иди поговори с моей будущей женой. Шуэ, боюсь. Чего ты боишься? Иди сюда, я слышала, что ты говоришь про меня. Идем, идем. А ты слышала? Да, я все слышала. Она сейчас тебя побьет. Вот этим дельфином тебе по голове, понимаешь? Я его подальше выбираю. Это наш свадебный подарок, кстати, кайфово. Ой, спасибо, девчонки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ